По заданию «Единой России» Антон Шипулин курирует реализацию национального проекта по созданию комфортной городской среды сразу в нескольких муниципалитетах области – Серове, Карпинске, Североуральске, Краснотуринске, а также в Нижней и Верхней Салде. Территорию для благоустройства на 2022 год жители Верхней Салды уже выбрали. Это площадь возле авиаметаллургического колледжа. Там расположится современный парк имени Владислава Тетюхина. Теперь появилась возможность проголосовать за конкретный дизайн-проект будущего парка. Электронное голосование стартовало в понедельник, 26 апреля, и за два дня набрало приличный темп, о чём сказал глава округа Константин Носков. Верхняя Салда проголосовала в количестве 463 человек. То есть от минимального уровня, который мы для себя поставили, это 7,7%. То есть в принципе можно говорить о том, что довольно высокая активность, и если мы не снизим её до окончания срока голосования, то я думаю, что мы добьёмся хороших результатов. Этим голосованием мы должны показать, насколько наши граждане, наши жители заинтересованы в реализации этого проекта. Голосование впервые проходит на электронной платформе. Тем, кому цифровые инструменты голосования даются сложно, придут на помощь десятки волонтёров. Главная задача – обеспечить каждому жителю города возможность высказать своё мнение. Люди, которые живут на данной территории, они сами могут выбрать тот или иной проект. И это очень здорово. Они чувствуют свою увлечённость в этом проекте. Они понимают, что чем больше мы будем активны, тем больше шанс того, что мы именно в этом парке, в этом проекте будем гулять. Поэтому это важно. И если раньше было очень много вопросов у граждан к администрации, когда без их согласования, или когда, помните, общественные слушания, на которых мало кого приглашали. Потом сколько у меня жало было, что придут люди с администрации на общественные слушания, а то, что хотят люди, их администрация не слышит. То вот этим уникальным проектом мы переворачиваем всё в сторону граждан, которые сами выбирают свой проект и которые сами участвуют в голосовании. Одиннадцатиклассница Варвара Осова уже проявила свою гражданскую позицию и выбрала понравившийся проект. Мне в этом городе жить, и это моё будущее. Я понимаю, что от меня зависит и то, в каком городе будут жить мои родители. И поэтому хочется проявить как можно больше инициативы для того, чтобы всё получилось. Я рассматривала проект парка. Я считаю, что хороший, достойный проект. Меня радует, что там есть скейт-парк, потому что в этом были заинтересованы молодые люди в нашем городе. Ну и, в принципе, хороший проект. Шансы на появление в городе нового парка растут с каждым голосом. Проголосовать можно до 30 мая. Вы можете прямо сейчас навести камеру смартфона на QR-код и попасть на сайт для голосования.